Доброго всем здоровья! Американские, значит, по-вашему, кормилки. Ну что же, ребята, подведем итог зимы. Сегодня четвертое, если я не ошибаюсь, марта. 2024, как я люблю говорить, переломного голубиного года. Победа, и у меня на крыле десятка, великолепная десятка инвратарь, да? Ребят, ну честно вам сказать откровенно, это победа. Абсолютно победа, потому что обычно у меня к марту месяцу остается 5 штук. 6 максимум, а тут десятка. Объясняю я это двумя причинами. Первая причина не была такая лютая зима, и я так сильно не лютовал. Хотя бы все видели своими глазами. Я снимаю ролики, ну несколько роликов в неделю, так это точно. А выкладываю материал, может не всегда по голубям, вы уж простите меня, старика. Да, я просто делюсь с вами тем, что происходит в моей жизни. Я хочу, чтобы вы были частью ее. Поэтому тут и отпуск в Панаме, и картины, и ювелирка, и лавка, и стекло, и работа, и шап, и трофеи, и победы. И все это вкупе, вместе. Ну и конечно же, ну а о голуби, о голуби потом. Всякие мои там строительства и так далее. Ну, ребята, это потому что я вот просто... Я веду свой канал. Веду его так, как считаю нужным. Стараюсь. Ни единую ноткой не вру, так сказать. Так вот, это была лирика отступления. Вернемся в дело. Наверное, я не так жестко гнал, как я обычно гоню. Хотя практически птица на крыле была, если не ежедневно, то через день точно. Это все отображалось в моих шортах. В коротких видео. Да и в длинных видео тоже. Приберег, может быть, немножко приберег. Приберег для канала. Потому что, ну, конечно, если бездумно, безбожно к ним относиться и гнать их, ну, просто вон из будки, вон из будки отсюда, то здесь бы не осталось, ну, наверное, ничего. Или там одна-две штучки. Все-таки надо иметь царя в голове. Я так считаю. Хоть и гонишь под копца, но надо смотреть на птицу. Вот сколько раз я себе говорил, не выходит голубь, вот сам, да? Обычно же у меня, знаете, как я летку открываю, у него у меня, как ракета, и погнали. А вот бывает, не выходит голубь. Не стоит. Не стоит его выгонять, потому что вот это будут его последние минуты жизни. Он знает, чего у него уходит. Может, не чувствует себя хорошо. Помню, как-то много лет тому назад, когда я почтой занимался, занимался почтой, и какие-то у меня были такие досады по поводу того, что какие-то там дети чемпионов что-то не хотят лететь, время не хотят мне делать, плохо ориентируются, пролетают дом. Ну, знаете, как это бывает. И бывает это очень часто. А один знаменитейший, знаменитейший мирового уровня, почтовик-американец, ранний Болмин сказал, что ты пристал к нему, к этому голубю, может, он плохо видит. Или у него легкие больные. Он не может так быстро лететь, механика чая. Что ты пристал к голубям? Так вот, приставать... Как я пристал, что папа-мама... Ну, папа-мама у него здоровая, а он родился не очень. Бывает же такое? Ну, может же быть такое. Конечно, запросто может быть. Так вот, если не хочет голубь выходить, лучше его, конечно, не трогать в этот день. Следующее. Будет себя лучше чувствовать. Давление у него будет получше. И все у него получится. И все у него будет в елочку. А погоните вы его вот таким вот наглым образом из будки, и будет ему к отдухе, так сказать. Значит так. В двух словах. Что же мы имеем при этом раскладе? Мы имеем пару восемнадцатого года. Ребята, вы слышите меня, что я говорю? Восемнадцатого года, ребята. Повторюсь. Что-то прервалось видео. Повторюсь. Восемнадцатого года пара изобелок. Мои старейшины. И хотите знать что-то? Может, кто не помнит. Может, у кого память, как у золотой рыбки. Вот, видите, этого бугая, кабаняра этого. Девятый год голубя. Это его дети. Да, даже не внуки. Это его дети. Вот он, вот он, вот он. Чубаты. Так. Дальше. Идем в летное. Видите, это брат с сестрой, и они порованы. Ну, я в этом году не буду с них брать детей по той простой причине, потому что я по совету друзей, как говорил классик в фильме, завел себе сербов, вы знаете, а кто не знает, то теперь будет знать. Десять штук, и завел себе восемь штук бирмингемских роллеров. И как я с этим всем буду здесь справляться? Это помимо того, что у меня две пары почтовых еще супер-дупер. И два десятка флайтов, да, поболее будет. То есть тут, наверное, в этом году будет штук сто голубей, на которых у меня, как правило, времени нет. Но искусство требует жертв, и канал требует работы. Значит, будем работать. Я в свое время вывел, в свое время это семь месяцев тому назад, когда открыл канал, вывел такое строгое, четкое правило. Значит, девиз таков, если вам это интересно, то мне это нужно. Будем работать. Будем работать и с роллерами, будем работать и с почтой, будем работать. Самое сложное, что я для себя, конечно, вижу, это сербы, потому что они долголетые. И как это дело контролировать здесь, потому что открытые летки мне здесь ни в коем случае оставлять там в ночь нельзя так точно. У меня тут живность и море, оно залазит моментально во все щели. Да и днем бывало, что и копец бывало заходил, представляете, тут распятие делал, так вот голубя на куски разрывал. Ай, что тут только мина не было. Да. Так вот, пара восемнадцатого года. Три штуки желтых, все они родственники. И хотите знать что-то, ребят? А я вам что-то покажу. А вот их, ну, кому папа, а кому дедуля. Но все это в одной крови. Все это в одной крови. Это с крыш Бронкса. И вот вышел первый молоденький сейчас, Папулька, там сидит. И это снова победа. Поздравьте, пожалуйста, меня, а я поздравляю вас. Сейчас сезон размножения, ну, можно сказать, что вполне успешно начат. Потому что немножко у меня получилось, я пустил на самотек. В плане того, что я уехал на последние, не на последние, я 14 февраля, на неделю до 22, кажется, я уехал в Комарово. Я уехал в Панаму. Панама, Панама, мама. О чем вы уже знаете, потому что наблюдали мои ролики и не раз. Наверное, вы от них устали. Может быть, будет еще один. Но мне кажется, что я делал интересные очерки. Во всяком случае, я честно старался быть журналистом, блогером, блогером. Ну, не голубем же единым жив человек, а? Правда? Надо же еще и на скрипке поиграть, подурачиться. Ну, и, в общем-то, я так, знаете, как гнездовые-то там расставил чашки, все, пооткрывал там гнезда, тот и все, пятое, десятое. Оставил все сыну, и сынок тут присматривал. Я повернулся и почухал ловить рыбу на Панамском канале. А чего нет? Такое дело. И, как бы, я не могу сказать, что это там на самотек, так на самотек, что-то я бы... Ну, и все-таки, когда хозяин присутствует, согласитесь со мной, другим, и когда хозяин присутствует, оно как-то там где-то подстелил, тут где-то подвинул, знаете, оно как-то быстрее немножко идет. Поэтому у меня что сейчас получается? Иду в родовое. У меня получается, что на 4 марта, ну, как бы нормально, у меня есть первый бебичка вот тут, вот. Я уже шорт, наверное, вам показал, я так думаю. Вы уже шорт увидели. В шорте я бебичку показал. Значит, пара желтых моих бронсовских, да, оригиналы, сидят на их... Не сидят, а вывели молодого, ждем второго. А, значит, мои изобелки-старожилы, они сидят, сели красные, вот эту пару я создал в этом году. А, сели черные, вот я уже жду, вот-вот, вот-вот, так, сели белые. Ох ты мой, красавец, это голубка со своим дедом. Хочу снять чур. И большущий успех, элитнейшие сизаки, от моего приятеля, американского чемпиона, чемпиона, неоднократного чемпиона страны, с почтовыми голубями, сели, сели вот эти вот blue bars, сели эти красотуки. Ну и отлично, и это победа. Красивые какие яички, крупные, то, что надо. Вот теперь жду, когда красные у меня занесутся. Что осталось еще не на яйцах? Не на яйцах остались цемент. Плотная старая пара, может быть, три или четыре года им, что-то я не знаю. Ну, ничего, они догонят. Они не сели, и вот яблочные вот эти не сели. Ну, яблочные они, нет, 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 голубь, он мне, он прошлого года уже. Ну, тоже не старый. Как бы с молодых, он у меня с молодых. Мой, они оба мои молодые. Они как бы тоже пара, пара новая. Вот, но голубь уже у меня плодил, а голубка еще не плодила. Ничего страшного, как бы сядут, куда они денутся. Все сядут. Сядем усе, как сказал Папанов в бриллиантовой руке. Лёля говорит, спокойно сядем усе. Вот, на этом думаю, что обзорчик я буду заканчивать. Вот сегодня я его посвятил вот этой, моему родовому отделению долетной будки. А завтра с божьей помощью пойдем поснимаем сербов, поснимаем роллеров. Птиц у меня сейчас много. А дома эти канареек у меня стало. Видимо, невидимо. И есть у меня новая канарейка, снова и опять, которую я купил за какие-то сумасшедшие деньги. Ну, искусство требует затрат. Ребята, подписываемся на канал, остаемся, жмем. Всем привет, всем пока, мой классический. Жмем. Колокольчик он принесет, удачи вам и мне. Размножаем это видео по миру. Пусть мир посмотрит на это все. Вот этими вот хрустальными, жемчужными, розово-белыми глазами. До встречи, други мои. Они за горами, это буквально завтра.